Друзья, у нас середина октября, а вы только посмотрите, какие виды у нас здесь. Еду сейчас с пробежки, хотел бы лиц с вами тоже этими видами и сделать небольшое обращение к вам, друзья. Всем привет, с вами Павел Морозов в Сочи. Давно я ни о чем вас не просил в целом, да, но вот сейчас я небольшое обращение все-таки сделаю. Ребят, я заметил одну вещь. У меня на канале в целом очень много позитивных людей и многие даже не пишут мне никаких комментариев на канале, а просто, скажем так, пишут мне личку, в личку, да, то есть в WhatsApp, мы с ними переписываемся, обсуждаем какие-то моменты. Такое приятное общение достаточно, но некоторые все-таки предпочитают писать именно комментарии под видео и причем дело в том, что очень многие, кто приобретает квартиры, покупает, они вообще не пишут комментарии, вообще просто они, как сказать, берут и звонят, обращаются напрямую. Никаких комментариев не оставляю зачастую. Друзья, будьте добрее. Ну, в самом деле, я заметил, что иногда под моими видео некоторые люди пишут какие-то холкие вещи, пытаясь кого-то там подцепить, подколоть, да, как-то язвительно реагируют на успехи каких-то людей. Например, кто-то покупает квартиру, у кого-то есть возможность приобрести квартиру, да, там в Сочи, неважно где, да. Так порадуйтесь за человека, у человека успех, человек может себе это позволить. Я только рад за таких людей. Я рад вообще за успех людей и всячески уважаю тех людей, кто может, ну, кто чего-то добился, кто-то чего-то добивается, кто становится лучше, кто прогрессирует. Я за таких людей только рад, счастлив, искренне. И неважно, там, покупка это квартиры или машины, или просто какое-то развитие, там, смены рода деятельности. В общем, любое достижение, которое вы сами цель поставили перед собой, да, это всегда классно. Так вот, некоторые люди не могут просто порадоваться за человека. Просто не могут силу своей, ну, не знаю, там, силу своего непонимания какого-то или еще чего-то. И так получается, что они вот, ну, некоторыми комментариями задевают людей. Ну, меня не задевает вообще, то есть, сколько, то есть, я даже комментарии не удаляю. Комментарии не удаляю, ну, вообще никакие принципиально, чтобы люди видели объективную картину, там, да, чтобы менялись мнениями, чтобы не путать карты, грубо говоря, да, своих подписчиков. Ну, вот. Я только комментарии удаляю с матерными словами. Ну, это совсем уже, как бы, пошло и низко. Я часто вижу, как вот люди пытаются подцепить, подколоть. Ребята, да просто порадуйтесь людей, серьезно. В мире столько негатива, что вот неужели у вас есть время, ну, вот даже банально, время на то, чтобы вот всякие гадости писать людям. Ну, то есть, я всегда призываю дружить с людьми, всегда призываю к порядочности, к каким-то, к добрым делам. Ну, ребят, гадости в мире и так вот выше крыши, да. Давайте делать что-то хорошее и будем этим гордиться. Зачем делать что-то плохое, да. Я, конечно, понимаю, я даже комментарии не удаляю вот таких вот людей, да, умышленно. Может быть, пройдет какое-то время, и люди, скажем так, спустя там 2-3 месяца, полгода, год, перечитают свой комментарий, посмотрят. И как-то по-другому, может быть, посмотрят на него. И, может быть, они изменятся как-то, и их жизнь изменится, или их жизнь изменится, скажем так, да. И человек осознает, что действительно это была пустая затея. Ребят, негатив, негатив и плохие поступки никогда не могут сделать добро. То есть, негатив может породить только негатив, ребят. И проверено просто многократно. И то же самое, как и добро, то же самое, как и хорошие какие-то дела, они всегда возвращаются в десятикратном размере. Если вам не нравится человек, ну просто не общайтесь с ним, и все. Не надо его там унижать, еще что-то делать. То есть, ну, не тратьте свое время, ресурсы на это. Помогайте людям по мере возможности. Я вот, например, всегда стараюсь помогать нашим бабушкам, о которых, к сожалению, государство забыло. На пенсию им дышать очень тяжело. У меня есть такая возможность, и я помогаю им. Я особенно уважаю тех бабушек, которые не пронистаются протянутой рукой. Хотя и этим я тоже, как бы, по мере возможности, ну, если у меня есть там мелочи, какие-то небольшие купюры, я им обязательно даю денег. Но больше я уважаю тех людей, которые продают там какие-то там фрукты, продукты, из шерсти какие-то вещи, например, носочки и так далее. Как говорится, проходя мимо бабушки, которая продает виноград, собственно, со своего огорода, мне кажется, что нам всем срочно нужно купить виноград, друзья. Что я, собственно, сегодня и сделал. Вот купил винограда, просто взял и купил, ну, хоть он мне прям 2 килограмма-то особо и не надо, но, может быть, он у дома есть, но я просто не мог не выручить человека. Для меня там, если там, грубо говоря, 200 рублей там, да, там они ничего не стоят, а ей очень приятно, понимаете. И так нужно делать каждому, друзья, потому что это взаимовыручка. Если государство о нас не заботится, давайте хотя бы мы будем заботиться о наших стариках, о наших гражданах по мере возможности. Помогайте детям, жертвуйте там, не знаю, фонды вот там по 300-500 рублей в месяц хотя бы, жертвуйте фонды детские, да, которые помогают бездомным или, например, которые помогают детям, которые живут в приюте. Ребят, творите добро. А вообще, друзья, вместо того, чтобы заниматься какими-то глупостями, лучше делайте детей. И приятное, и полезное одновременно дело. И детородный возраст у нас не такой уж и большой, как нам кажется, время летит быстро. Это сейчас нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди. Но, как моя бабушка, моя прабабушка родила моего дедушку в 52, сейчас так уже сделать будет тяжеловато. Поэтому пока вы можете это делать, делайте. Кто согласен, ставим лайк. Всем добра, хорошее настроение, друзья. Море позитива, живите богато и здоровья вам, вашим близким. Всем пока.